Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 февраля. И вот только что я показывала томаты после пикировки, как я их поливаю первый раз через 9 дней. И тут же я вам для сравнения показала перец. Вот он этот перец. Читая комментарии, я наткнулась на один вопрос. Оксана Стойко спрашивает, будет ли толк сеянцев, которые всходили около трех недель? И в чем может быть причина такого долгого прорастания семян? Но я думаю, три недели все-таки, что это имелось в виду перец. К сожалению, не указала она перец или томат. Я вот сейчас про перцы и баклажаны скажу, потому что они всходят намного дольше. Некоторых это пугает, некоторые вообще не знают, что делать потом с семенами, которые проклюнулись только через месяц. И вот я Ирина Горшкова ответила, если они выглядят здоровыми и нормальными, нормально развитыми, то ничего плохого не будет. Возможно, семена были пересушены или сильно заглублены. Я вот сейчас на примере своих перцев вам расскажу. Я вот так села, подумала, да, и пересушены, и сильно заглублены, но есть еще причины, по которым семена очень долго не всходят. И не всегда это опасно или чревато какими-то последствиями. Вот мои перцы, вот как я уже говорила, если у меня томаты посеяны и в это же время уже распекированы, 10 дней как назад, эти только сейчас подошли, вошли в ту фазу, когда они готовы к пекировке, то есть два настоящих листика. У кого-то два настоящих листика, у кого-то только семидольки. Все они тоже разного размера, в разных фазах, потому что, видите, разные сорта и разный возраст семян. Есть какие-то свежие, есть какие-то постарше. И вот именно про долгую всхожесть мы сейчас поговорим. И я вам скажу, на что нужно обращать внимание. Да, несколько причин. Это может быть и сильно пересушенный, и глубокая заделка при посадке, но еще может быть низкая температура, когда она для перцев недостаточная. И тогда они могут сидеть в земле, семена лежать, вернее, бесконечно долго. У некоторых людей, некоторые пишут даже, на 30-й, на 31-й день могут появиться. И еще старые семена, особенно перец. Томаты в течение 10 лет, они не очень сильно у них падает всхожесть, и вот это вот срок прорастания. А томаты, во-первых, они чем старше, тем медленнее прорастают, и у них бывает, как снижается процент схожести. Я сейчас расскажу вам про свои, вот чтобы быть наглядно. Вот у меня тут разные, как вы видите, коммуналка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сортов перца, посеяны все в один и тот же день, 27 января. Но эти три ветка, вот эти три ветка, это свежие прошлогодние семена. То есть те, у которых процент схожести должен быть самый высокий. Но он и получился самый высокий. Взошли все 100%, ни одной шапочки, ни одного космонавта нет. Это вот у меня ромира, который должен долго расти, чтобы вызреть. Потом бигмама крупный, оранжевый. И вот это просто смесь крупных. Смесь крупных, их видно, что она смесь, он один более высокорослый, другой более низкорослый. Тут у меня просто, я высаживаю для себя, а не для сбора семян. Просто те, которые перчины понравились, на вкус, на цвет, на аромат. Все красные крупные я собрала и в этом году посеяла. Дальше три сорта идут, уже не прошлогодние. Вот этим два года срок хранения. А вот этот трехлетней давности, белый налив. Это веньки позапрошлогодний. Но остаются семена, я их сею для себя. Вот это вот белый налив. И вы видите, какая разница. При одной и той же температуре, при одной и той же глубине заделки, свежие семена, они в более взрослой фазе развития. То есть они взошли раньше, и все у них благополучнее. Самый старый перец, видите, он еще в фазе, вот они, они. Вот две семидоли, вот две семидоли, вот две семидоли. Тут только проклевывается. Но этот взошел дружнее, чем вот совсем старый. Но их видно все равно, что они меньше по возрасту, моложе. То есть зашли позже. Кто смотрел мои ранние, ну недели или там сколько, две недели назад, я показывала, что всходят они неравномерно. Сначала появились эти, и потом уже через сколько-то дней появились эти. Что это значит? Но это не значит, что я вот эти буду выбрасывать. Если семена не всходят очень-очень долго, это не значит, что они плохого качества. Опять же, если они пересушены, да, будут сходить долго, но после всхода они вполне могут быть благополучны, и рассаду вам дать. Если они глубоко посажены, они тоже будут очень долго пробиваться, дольше тех, кто посажен глубже. Но они тоже могут быть хорошие. Даже старые семена, которые находятся у нас как бы в спячке, несколько лет находились, но сейчас взошли, и они тоже могут дать хорошую рассаду. Как определить, хорошая это будет у нас рассада, сеянц или нет? Но мы определяем только по внешнему виду. Правильно вот сказала Ирина Горшкова. Если они выглядят здоровыми, если они выглядят нормально развитыми, пусть они даже на неделю позже, ну, будут моложе на неделю, на 10 дней, на 2 недели моложе этих, но они могут дать нормальные, не только растения, но и нормальный урожай. Смотрим так. Если они все самостоятельно скинули шапки, вот здесь ни одного космонавта не было, шапки все скинули, значит, семена довольно-таки сильные, им нужно было просто требовалось дольше время на замачивание, на вот это, чтобы проснуться, чтобы вылезти из земли, но дальше у них все пошло по нормальному сценарию. Смотрите, все семидоли, как у этих свежих, так и у старых, прошлогодних, позапрошлогодних, и все семидоли нормальные, развивается нормально настоящий лист, основной упор делаем на внешний вид и на развитие настоящего листа. Если растение прекрасно выбрасывает настоящие листья и наращивает их, ну, как, не замерзший, не стоит вот в одной паре, а вот один листик появился, второй, третий, но растет, как обычно, значит, оно нормальное. Все. Раскрылись семидоли, в положенный срок появились настоящие листья. Ну, значит, просто эти засоньки, которые вот полежали у нас долго или которые полежали в сухом грунте, или которых сильно высохли, пока они размокли, пока они разбухли, пока они проснулись. Если они засонят, это еще не значит, что они будут плохие. Вот это очень полный ответ на вопрос Оксаны Стойки. Не выбрасываем. Даже те, которые через месяц могут зайти, они могут тоже дать хороший урожай. Лучше, более опасны и те семцы, которые, может быть, и зайдут вовремя, но у которых никак не сходит шапка, у которых вот эти уродливые бывают и семидоли. Да, кстати, к этому же видео сейчас сразу отвечу. Спрашивают, что если три семидоли, что если четыре семидоли. Вот сейчас у многих появляются уродливые семицы с четырьмя семидолями или с тремя. Ну, я не знаю, у меня таких нет. Но я сразу скажу, что я сильно на семидоли. Вот семидоли, я считаю, ну, это как уже у нас сейчас вторично. Если у него нормально нарастают настоящие листья, семидоли, они у нас в конце концов все равно засохнут и отвалятся. Смотрите по развитию растения и по появлению настоящих листьев. Если некоторые, опять же, пишут, что две семидоли, и настоящий лист не появляется. Если вы подождали неделю, подождали другую, подождали третью, нет настоящего листа, ну, значит, это сейнец-мутант. Конечно, с него ничего хорошего не получится. И то же самое про баклажаны хочу сказать. Они ведь тоже у нас не очень быстро всходят. Вот эти баклажаны тоже посеяны еще в конце января. Семена магазинные. Значит, я предполагала, что они пересушенные, они будут сходить очень долго. И вот у них сейчас только появляется, у кого-то появился один-другой настоящий листик. А кто-то, видите, вот в этом же ряду, тут тоже разные. У меня Илья Муримец, фиолетовое чудо. Разные сорта баклажан. Это все магазинные семена. Какие-то взошли очень дружно. Какие-то взошли реденько. У каких-то уже есть настоящие листья. А какие-то сидят только в фазе двух семидолей. Буду смотреть. И, конечно, самое главное, потом я при пикировке и при выбраковке буду брать те, которые быстрее выросли. Те, которые крупнее, здоровее. У которых толще стволики. У которых красивее ярче листья. Но если вы выбраковку не будете делать, то на рассаду пойдут и вот такие, которые взошли позже. Ничего плохого я в этом не вижу. Все, до свидания. Вот это про перец. Сейчас еще расскажу, почему я перец не выставляю на холодное окно так же рядом с помидорами. Потому что он это не любит. Все.